Я подумал сделать такой, пожалуй, самый важный курс, он о том, что евреи, собственно, делать-то, то есть как и с чего начинать. У многих людей так происходит, что что-то делать, хоть что-то делать, я готов, и мне хочется, но многое тяжело, и не хочется, но что-то хочется. И я думаю так вот, а почему бы что-то и не делать в еврейском отношении? И для тех, кто может и не собирался, но также его что-то, может быть, задерживает, или у него есть какие-то возражения, этот курс тоже, для этих целей мы проведем курс. Он будет такой ознакомительный по верхам, также этот курс будет не для святых, это будет такое, простые, либо самые простые, либо самые важные заповеди, и с идеей такой, как за минимум усилий, минимум затраты вложений, за, я не знаю, за три шага, значит, стать ближе к Богу. Вот, это будет такая идея. Простые заповеди, то, что сделать просто, легко и приятно. Обзор еврейской практики я это назовем. Окей, то есть, чем мы будем, для начинающих, и это, то есть, не для соблюдающих, а для начинающих вообще, вот, я на нуле, и куда можно двинуться, и в чем. То есть, это такие базы, и здесь будут базовые принципы. Сегодняшнее занятие, это базовые принципы действий по Торе, и плюс, о чем курс, в чем его задача, и какие в этом курсе будут принципы. В общем, такой новый курс, и по ходу ваша задача, разумеется, тоже задавать вопросы на все темы, которые будут дальше. В первом занятии это будет, может быть, немножко сложнее, но можно тоже много простого спросить. Во всех следующих можно будет очень много, очень много чего спросить. Теперь основные принципы базовые, как бы, на которых будет вот этот курс. Здесь будет не про иудаизм внутри. То есть, это будут обзорные темы и курс о соблюдении для тех, кто не соблюдает. Но, то есть, для кого что-то где-то интересно, или плюс, ну, я еврей, вообще, что это такое? Или, может быть, если бы я понял, то я бы делал. То есть, для многих просто, поскольку он ни разу не слышал, что-то не понял, или вообще не знает, как по-настоящему что-то нужно делать, поэтому для него есть какая-то, с каким-то, с какой-то конкретным законом в Торе может быть проблема. А так ему многим какой-то конкретный вопрос может быть интересен. И часто интерес создает действие. Окей, теперь из этого курса, там, для тех, кто, если будет смотреть записи, не надо учить какие-то там конечные аллахот. И я здесь не буду рассказывать, как обычно рассказывают религиозные на уроках, и не буду говорить то же самое. Кто хочет точно, нужно спрашивать у раввинов, читать в книжках. Здесь будут, как бы, первые шаги, а не то, как оно внутри. Иногда я буду оговаривать, как вот, как внутри, как Аллаха, но, о чем мы здесь будем говорить, мы будем говорить о разных серых зонах. То есть, например, я не знаю, например, вот я у вас прошу, смузи в веганском кафе. Нет, даже не так, давайте я спрошу, бургер в веганском кафе, он кошерный или не кошерный? В веганском, там есть, например, молоко и мясо? То, да. Ты говоришь, да. Ну, а в каком? Там растительное, если там растительное, все. Растительное мясо, растительное молоко, то да. Вот, я думаю, что... Вот теперь на этом примере я хочу объяснить, как бы, чем будет отличаться этот курс. Что, слышишь раз? Посоль кошерный, я тут что-то сказала, не слышала, что посольный кошерный. Посуды тоже, посуда же вроде, можно сказать, что нет проблемы. Почему? Потому что, ну, там нету мяса в той посуде. В общем, вам, в принципе, я думаю, ни один раввин не скажет, что, типа, скажет вам лайк и, значит, кушай в веганском месте все, что только пожелаешь. И вряд ли вам кто-то скажет, что это кошерное. Но уровни, скажем, не кошерного, они есть совсем разные. И, то есть, если сделать, например, ноль, да, ноль не кошерно и 10 это, как бы, уже, ну, хоть по минимуму, вот прям кошерно, то, я не знаю, свинина, она будет у нас где? Куда поставим свинину? С говядиной? На какую цифру? На ноль. Их мы поставим на ноль. А вот куда мы поставим смузи или, не знаю, что еще? Ну, допустим, вот смузи из веганского ресторана. На 10. Вот на 10 мы не поставим, но что-то близко к 10. То есть, вам никто в Аллахе то, что ни на 10 не скажут на это окей, но это будет совсем другого уровня вообще вещь. То есть, вообще другого. Или, например, там смузи, да, вообще, то есть, так достаточно сложно, то есть, там нужно понять, что там, то есть, вам вряд ли кто-то скажет, что это окей, но там нужно понять, что с ним не так, потому что это ягоды, которые полностью перемололи. Если там есть что-то с насекомыми, то если это в блендере, то это тоже уже не считается. То есть, это как бы ниже официальные черты, но то, что не кошерно на, там, я не знаю, на какие-то процентики или на 100%, это совсем разные вещи. И вот эти вот разницы серые, их тоже очень важно знать, особенно для тех, кто еще как бы не внутри всей этой темы, потому что очень часто можно просто элементарно подменить один продукт на другой и снять с себя уже 50, 60, 90% проблем безо всяких финансовых и технических каких-то сложных затрат. Просто нужно знать, что какая-то вещь отличается одна от другой. Какая, собственно, Аллаха, я буду стараться оговаривать, но не всегда это будет получаться или я буду успевать. И здесь это у нас не будет прямой целью, то есть, здесь нет цели, как соблюдать Аллаху. Здесь как бы цель коротко понять, в каком направлении можно пойти от нуля и как прямо вот этот баланс святости в своей жизни очень-очень сильно повысить, несмотря ни на что. Это первое. Второе, здесь будут простые и самые важные заповеди, часто, что одно легкое действие или бездействие, о котором ты, может, даже не знал, и ты уже в божественной игре делаешь то, что что-то для бесконечного Бога и строишь с ним отношения. Без усилий, без сложностей и без спецподготовки. Ну, просто я не знаю, какой пример. Какой можно пример привести? Вот есть лифт, тебе на третий этаж. Есть лифт, а сейчас шаббат. Ну, прошел на третий этаж по лестнице. Это уже галочка. Даже если ты не соблюдаешь шаббат полностью, но просто прошел по лестнице. Это уже много или очень много. Вот, это второе. Третье. Мы здесь будем говорить с вами про развенчивание разных мифов, заблуждений, возражений. Многие вещи сделать очень просто, и это полезно, позитивно и приятно. Так вопрос тогда, почему не сделать то, что без проблем и усилий ты и так можешь сделать. И поскольку мы здесь будем, как я уже сказал, говорить о мифах, заблуждениях, возражениях, ваши вопросы приветствуются категорически. Четыре. Этот курс, он для умных. Он только для умных, а именно для тех, кто понимает, что если взять сразу все, то ты надорвешься. Но если не взять ничего, то ты ослабнешь и протухнешь. То есть, если мышцу не нагружать, то она становится хилой. Если мышцу перегружать, то ты сорвешь все мышцы. Вот. И этот курс для тех, кто тоже понимает, понимает вот эту вещь. Пятое. Во всем есть первостепенное и во всем есть второстепенное. Вот эта вещь тоже очень важно понимать. Значит, люди часто путают между главным и второстепенным. И здесь очень, то есть, важно, люди часто обращают внимание на второстепенное, придают им более важные значения, а потом делают главное. Есть такой пример с Адамом и с Хавой. Кто знает этот пример? Есть такой пример, почему Хава съела яблоко. Потому что ей Адам сказал определенную формулировку. Как он ей сказал? Не трогай. О, да. Адам там сказал, не ешь и не трогай. А Бог говорил, только не ешь. Так вот, Адам добавил второстепенное от себя. И что случилось с Хавой? По одной из версий, змей ее толкнул на яблоню. Яблоко. В чем здесь яблоко? На дерево. Это было не яблоко. Значит, он толкнул ее на это дерево. Она коснулась и смотрит, ничего не произошло. Подумал, значит, меня накололи, значит, и есть можно. Все дело в том, что Адам не дополнил, что вот это вот это было второстепенное. Это я добавил как ограду для заповеди. И из-за того, что ей не сказали, где второстепенное, а где главное, произошла частично вот эта ошибка. А самое важное – это сделать главное и сделать его иногда очень просто. Здесь одна теперь из самых важных вещей дальше в этом курсе будет то, что я буду стараться всем вещам ставить оценку от 1 до 10. Теперь, как мы эти баллы будем проставлять? То, что ниже 10 – это серые вот эти зоны, и они могут быть с погрежностями, точно не скажешь. То есть, то, что свинина на нуле – это точно, но где там находится от 0 до 10 – это какой-нибудь там смузи, сложно сказать точно, или там бургер, или, не знаю, что-то в каком-то там рис, сваренный в обычном ресторане. Там по-разному это все можно оценивать. То, что кошерно для соблюдающего по этой нашей шкале будет 10 и выше, от 10 до 20. Вот эта штука, я думаю, даст очень-очень-очень яркий такой и новый взгляд на все вещи внутри иудаизма. Окей. Седьмой пункт. Я думаю, что он самый маловажный для нас здесь, поэтому мы его пропустим. Восьмое. Восьмое. Это для тех, кто… Также и для тех, помимо тех, про кого мы уже говорили, что я бы что-то… Вот мне уже просто несколько раз, некоторые из вас мне тоже это говорили, что я бы соблюдал, но сейчас… Но… Но… Все… Что? Сейчас, секунду. Я бы что-то соблюдал, но все я сейчас просто не потяну. Кошрут, например, не потяну. Вот. То есть, люди говорят какие-то вот такие фразы, что «Ну, это же вот…» Вот. Теперь для тягунов. Вот этих удивительных созданий, которые считают, что я сразу подниму 400 килограмм. Во-первых, эти люди обычно не очень знают вообще, что такое кошрут, и не понимают, что очень много из него легко потянуть без единого усилия. Во-вторых, в принципе, любой человек практически… Ну, очень сложно, надо жить в Китае где-то. Но любой человек, я не знаю, 30-50% кошрута, он соблюдает просто вот ничего не делая. Просто он об этом не знает. Но 30-50, я думаю… Ну, это все, опять, здесь на эти цифры можно спорить, но я грубые цифры какие-то даю. И до 60-70% можно довести вообще просто, просто прибавив пару байтов знаний, вообще просто не щелкнув пальцем, но твой баланс и уровень твоих отношений с Богом меняется уже и на этой точке радикально, даже не доходя до каких-то 100%. Это во-первых. Во-вторых, Бог куда намного умнее и выше того, чтобы просить у человека невозможного и поднять 400 килограмм. Никто не должен вешать на себя какой-то нереальный груз сразу. И многие люди себе вот так вот, они придумывают вот это вот, повесить сразу какую-то адскую гирю на себя. И я прям даже иногда устаю вот это, знаете. Если я один раз одену тфилин, это значит, что мне надо сразу обрезаться, значит, что мне надо потом сразу, значит, есть все кошерное, и потом завтра мне надо переехать в Меа-Шеарим. Вот, в самый адский какой-нибудь район, где их, и Штрайм, без Штраймала, то есть, если я сегодня одеваю тфилин, то завтра без Штраймала мне никуда. Вот, и это тоже я слышал, как бы, о совершенно разных людей много раз. Это они себе сами придумали какую-то вот эту вот историю, какого-то продвижения куда-то непонятно куда, и нужно оно кому-то непонятно кому и зачем. И в итоге каждая мысль о чем-то еврейском, она примерно вот как на картинке, вот такое вот какое-то придавленное состояние, но действительно, в действительности картина выглядит совершенно иначе. Так, окей. Костя, ты хотел спросить что-то? Мне кажется, я просто поднимал руку, что это ты. Я хотел посмотреть 7-й пункт мелкий шрифт. Ты хотел посмотреть 7-й пункт мелкий шрифт? Да в записи будет. Значит, так. Окей, это был 8-й пункт. Пункт 9. Вам не придется бояться, о боже, я что-то соблюдал одну вещь, и теперь мне надо делать все, господи, кажется, я религиозный, маму, помоги. Вот, почему вам не придется это делать? По очереди люди этого боятся. Это связано с прошлым пунктом, люди этого боятся как огня, просто страшно. Во-первых, куда еще продвинуться в иудаизме есть, то есть, есть надежда, все будет хорошо, куда продвинуться в иудаизме есть у любого человека в любой ситуации. На 100% и до конца, тут нет 100%, до конца дойти невозможно. То есть, религиозным стать тоже невозможно. Во-вторых, этот курс, он не предназначен вообще для соблюдающих и про соблюдение. Мы здесь будем говорить про, ну, в общем, я уже сказал, да, про более простые вещи. И сейчас будет самый серьезный, самый объемный и самый такой смачный пункт, который тоже нам много объяснит. Он будет о заповедях мудрецов. Кто знает, как на иврите они звучат? Кроме бени. Заповеди мудрецов. Де Рабана? Да, Де Рабана. Де Рабана. Ну, как на иврите Ше. Ну, как бы, от мудрецов. Кстати, кто знает, чья это картиночка? Возможно. Возможно, это его картинка. В смысле, статуя, мне кажется, да. По каким-то версиям так выглядит Рамбам. Вот. Ну, один из мудрецов народа Израиля. Окей. Теперь вот сейчас очень важный момент. Впечатление. У людей об иудаизме возникает первое впечатление. Откуда люди берут первое впечатление об иудаизме? Ну, откуда вы взяли первое впечатление о евреях? С фильмов, с рассказов, всяких такое. Так, с рассказов. Но точнее, ну, еще точнее. С фильмов, с рассказов о чем? С Одессы. С Одессы. С юмором. Ну, о ком? О чем это было? О ком? О чем? Это все было о религиозных евреях. Правильно? То есть, мы как бы обычно, мы... Что такое Тор? Что такое еврейство? Мы берем как бы не из Торы, не из теории. Мы берем из того, как выглядят люди. Так вот, теперь я вынужден вас, не знаю, удивить, обрадовать или не обрадовать. Ну, во-первых, мы будем здесь вообще постараемся, наоборот, целенаправленно. Я сейчас объясню, почему будем говорить не о заповедях мудрецов. И вот, что мне нужно сказать. 90% вещей, которые вы видите, заходя в синагогу или куда-то, 90% вещей, что вы там видите, это не заповеди Торы. Вот кипа, да, вы видите, кипу, то, что носит цицит каждый день, то, что вообще есть синагога, то, что есть свиток Торы, он стоит вот в таком шкафу. Это все не, это заповеди мудрецов, так? Это все дарабанан. Теперь, что такое заповеди мудрецов? Заповеди, то есть 90% всего, что на человека производит впечатление, это не ядровые вот эти вещи, которые в приоритете номер один, а какие-то следующие. И он думает, о, вот он иудаизм, и вот это то, что от меня нужно срочно прямо сейчас на себя взвалить. По-настоящему система работает совсем по-другому, и двигаться надо совсем по-другому. Все заповеди, теперь, чтобы понять эту тему, все заповеди мудрецов, это такая буферная зона. То есть это как заборы и саркофаг вокруг, не знаю, вокруг ЧАЭС, да? Там вот есть у тебя вот какая-то секретная зона, да, restricted area, и есть вокруг нее, что? Вокруг нее делают какие-то заборы, какие-то ограждения, выставляют охрану, и все это для того, чтобы не дошли до стратегически важного объекта. Вот это основной смысл, не то, что у этого всего нету собственного внутреннего, какого-то сакрального глубокого смысла, но это основная функция всех заповедей, заповедей мудрецов. Окей? Теперь. То есть что сюда может сходить? Я не знаю, например, по Торе, там, мясо с молоком просто нельзя вот их вместе есть, варить и употреблять непосредственно вместе. Мудрецы, чтобы отдалить людей еще от этого, они ввели, там, 6 часов между этим и этим. Потом между мясом, от мяса до молока. Потом они ввели, что еще, что-то даже входит курица, да, курица с молоком тоже. И разные такие вещи. Но это все заповеди мудрецов, и это вот, как в рассказе с Адамом и Хавой, это нужно знать для тех, кто только начинает. Теперь, что произошло 200 лет назад в еврейском народе? 200 лет назад произошел такой ядерный взрыв вследствие возникновения разнообразных идеологий и в мире, и внутри евреев. Произошел такой взрыв, и как бы евреев из вот этого двора сторой, их как бы раскидало вообще, просто разбросало, кого куда. Да, многие просто рассосались и не выжили. И вопрос теперь в том, что те, кто хотят залезть хоть в какой-то форме обратно и быть причастным к чему-то вообще еврейскому, какой у них теперь порядок? И проблема в том, что люди приходят, и они сразу видят вот эту буферную зону. И им кажется, что вот это то, что нужно делать, и то, что правильно, и то, как иудаизм выглядит. А идти нужно, по-настоящему нужно понимать, что это буферная зона, и идти нужно совсем по-другому. В другом, как бы, в другом порядке. То есть, они делают такой, как бы, вывод, что иудаизм, который, как он выглядит, и что это такое, это вот это соблюдение даже не на 10, а на 20. И все люди вот так примеряют на себя сразу, да? Так, каждый день, три раза в день в синагогу. Ну, значит, что там, разная посуда, какие там еще есть такое, что-то похуже, и мясо только в кошерном, значит, магазине, и шаббат. Если пользовался телефоном, шаббат. Телефон, шаббат. Ну, это такие, это как бы серьезные штуки, но сейчас надо сложно... Ну, вот там, лучше всего штраймал, да, вот это. Все в штраймалах, он такой, о боже, они все в штраймалах, значит, мне надо сразу одевать штраймал, если я вдруг туда захочу. Человек на себя сразу все это примеряет, и делает вывод какой, да ну ни за что вообще. Ну, вообще, стал бы я это делать? Да, Бенис, что? Ашангарисимин хамарю сразу делал. Да. Ну, конечно, я бы этого делать не стал. И вот это вот как раз те люди, о которых мы говорили выше, вот эти тигуны, которые сваливают на себя 400 килограмм, причем даже не в реальности, они себе выдумали эти 400 килограмм, под ними вот так в голове у себя воображая полежали, и решили, ну нет, что-то мне это все не нравится. Вот, а по-настоящему просто мысль их пошла совсем по неверному пути. Запреты мудрецов, это возможно, что это их суть, это в том, что возможно, если ты это сделаешь, то возможно будет нарушен запрет из Торы, запрет до райта. Но это не точно. То есть, значит, если бы я выставлял, да, если мы скажем, что, например, по приоритетности запрет Торы, допустим, поставим ему цифру 10, то запрет у мудрецов, наверное, ну вот лично я, то есть это опять же как бы субъективно здесь можно спорить, пожалуйста, но я бы не поставил ему тогда, соответственно, выше, например, я не знаю, 5, да. То есть, например, законы там мукцы, да, есть зажигать огонь в шаббат, есть передвинуть какую-то вещь, которую, подвинуть ручку, например, да, ручку невозможно там кошерно как-то использовать в шаббат, и ее вот в шаббат подвинуть. Это запрет мудрецов. У них совершенно как бы разный уровень строгости, разный уровень статуса. И человеку, который начинает, ему нужно идти не от этих буферных вещей, о, они там делают это или не делают это, а нужно идти от маленьких самых-самых-самых ключевых. На что это похоже еще? Ну, опять же, если представить себе, как вот этот объект, да, загороженный, закрытый объект, то можно, например, залезть на территорию, да, на эту загороженную, и там на стене с обратной стороны нарисовать граффити, да, например. А можно залезть еще внутрь в здание и вынести какой-то секретный, там, супер-секретный, очень важную какую-то вещь. То есть, и то, и то нехорошо, но уровень ответственности и уровень значимости, и уровень наказания, он совершенно, совершенно разный. Теперь, если бы люди, представьте, вы ставите секретный объект, говорите людям, никогда не приближаться, ничего оттуда никогда не воровать, и все люди такие, супер, мы никогда не будем этого делать, и ваш секретный объект никогда трогать не будем. Заборы бы никто никогда не делал. Но поскольку человеческая природа, она не такая, что ты просто человеку сказал, и он очень послушно не делает никаких плохих вещей, и у него нету какого-то вожделения, страстей, желания что-то иногда подпортить, поэтому делают вот такие заборы вокруг. Окей, теперь. Хорошо, я думаю, примеров про заповеди мудрецов хватит. То есть, в общем, без забора, без сигнализации из музея все растащат. Теперь, для кого это все применимо? Для тех, кто уже в теме. Для тех, кто уже играет в эту игру, для них вот эти все заповеди мудрецов, они нужны им, чтобы они не нарушили вот эту, ну, как бы, не дошли до ядерного реактора. Но для тех, кто вне темы, им надо маленькими шагами начинать с нуля, то есть, с базовых самых вещей, и потом уже, когда и если уже позже, ставить вот эти вот защитные заборчики. Окей, то есть, ошибку, про которую я здесь хотел, собственно, сказать, что не нужно смотреть на вот эти 90% внешних вещей, нужно прежде всего выяснить, какие вещи ключевые. И поскольку у нас здесь цель, это, как бы, выяснить минимальный, такой оптимальный beginner pack, да, или как это, beginner, такой, упаковка, не знаю, как это называется, пакет, начинать, пакет новичка, то мы будем стараться по максимуму говорить, как бы, о ключевых вещах и не о заповедях мудрецов. Окей, есть, понятно? Про реактор понятно? Не знаю, такой один прост пример приведу, а то какие-то эти реакторы. Например, что? Например, мудрецы говорят, мужчина не нужно, чтобы прикасался к женщине. Да? Но мы об этом позже с вами будем говорить. И к ней, там, если это не родственница, не жена, непосредственная родственница. Почему? Потому что в Торе написано, не прелюбодействуй. А, что это, зачем это запрещать прикасаться, если не прелюбодействуй? Я думаю, что логика вообще просто элементарная. Любой, кто... Сейчас. Не любой, кто прикасался, изменял, но любой, кто изменял, прикасался. Понятная идея, да? То есть, все запреты мудрецов, они направлены на то, чтобы предотвратить то, с чего начинается какое-то нарушение. Теперь, поскольку у Торы проблема с прелюбодействием, а мудрецы смотрят, а что приводит к прелюбодействию? Вот это, вот это и вот это. Так они из самой Торы выводят, что значит, Тора хотела еще вот это. То есть, это идея заповедей мудрецов, но нужно сначала узнать корневые, ключевые вещи. Надеюсь, этот пример был вам тоже ясен. То есть, не работает так, знаете, вот. А, Тора говорит, что значит, нельзя только прелюбодействие. Ну, полежу тогда голый, с голой девушкой пообнимаюсь. Ну, мы же просто обнимаемся. Ничего не будет. Не было ничего. Ну, так не работает. Все знают, что это кончится. В общем, чем это кончится. Поэтому нужны какие-то вокруг еще разные вещи. То есть, это просто я хотел рассказать вам о том, что такое заповеди мудрецов и что они очень важны. И о том, что в рамках вот этого курса мы ими заниматься, наверное, больше особо не будем. Ну, где-то, где будет совсем необходимо. Теперь, еще одна из таких фундаментальных ключевых ошибок это то, что вот вся шкала соблюдения вам видно, да, картинки? Вся шкала соблюдения это два квадратика. Или черная, или белая. То есть, я или, типа, я или плюс, или минус. И все. И как бы на этом весь мир кончается. По-настоящему эта шкала выглядит совершенно по-другому. Она очень длиннопрерывистая, черно-серо-белая. И вопрос не в том вообще... То есть, квадратиков вообще вот таких нету. Вопрос, где ты на этой шкале двигаешься. И вопрос каждому из нас, это двигаешься ты ли по этой шкале хотя бы на один миллиметр. Хотя бы на один миллиметр в день. Вот в этом весь вопрос. Теперь, вот видно, да, сейчас важное сравнение. Я прям считаю, вот это просто гениально, восхитительно, то, что я тут сейчас нарисовал. Это прям вот этот образ пришел мне в, значит, явление было мне, значит. Значит, люди думают вот так, да, или да, или нет. Теперь я думаю, что соблюдение в итоге можно как-то вот так изобразить. Что вот это примерно то, чем мы будем заниматься на курсе, да, от нуля до десяти. А дальше вот это соблюдение. Там столько вариантов, какие уровни косрутов, какие уровни поведения, какие что-то. И там вот это все начинается, вся эта разноцветная история. Теперь наша задача будет просто повысить свое, свое некое поведение в чем-то, вот, ну, где-то на один, на два, на три, где-то вот здесь, вот в зависимости от того, кто где в этой истории находится. А вот здесь уже начинаются все вот эти вот истории, значит, разноцветные, все вариации, все виды, варианты евреи, все законы мудрецов и так далее. Окей, понятная идея. Это то, чем мы будем заниматься. Но вот это вот, что я, то есть, к чему я все это говорю, что, что человек думает вот все время в этих черно-белых тонах, что если я что-то сделал, это значит, что я теперь должен все. И точно так же ужасно удивляют, очень удивляют и иногда веселят люди, которые, а я что-то один раз нарушил, значит, теперь все. Я теперь вообще просто законченный человек, и мне даже больше не нужно никогда ничего пытаться делать. Это одна и та же, это обычно одни и те же люди, которые сначала думали это, а потом, когда они начинают что-то делать внутри Тора, они начинают думать вот так вот, в обратную сторону. Это черно-белое мышление, от которого нужно избавляться и быть адекватным human being. То есть, идея в чем, что если ты один раз ходил в кинотеатр, это не значит, что ты все время теперь должен ходить в кинотеатр. И если ты один раз решил все время ходить в кинотеатр, но потом один фильм пропустил, не значит, что ты больше не можешь продолжать ходить в кинотеатр. В общем, я надеюсь, идея понятна. Я думаю, что это такое детское, какое-то магическое достаточно мышление, от которого нужно у себя убирать. И еще пару пунктов. Пункт 12. Вот сейчас был Песох. Прошлый Песох, ну вот перед этим Песохом у меня было такое ощущение, знаете, что прошлый Песох, он как будто бы был только что. Ну и вот я смотрю, вот уже та же мотца, те же коробки, у меня было ощущение, что это было буквально месяц назад. К чему это я? Жизнь, ну и чем дальше она, тем как будто бы ускоряется. Жизнь очень такая короткая штука, как сказать, я даже не знаю. Жизнь коротка, чтобы ее не соблюдать, чтобы в нее не соблюдать. Идея в чем? Бог создал тебя и дал тебе только один шанс. А потом за эту жизнь вариантов, в принципе, только два. Ты можешь ее, в принципе, протусить, протупить, про... Я не знаю, ну, в общем, просто вот протусить ее. А можешь, или ты можешь хотя бы частично, хоть где-то в чем-то, но строить свою жизнь в соответствии с каким-то замыслом Бога и в соответствии с тем, зачем он тебя изначально в этот мир и послал и создал. И при этом, как бы, когда взвешивание вот такое, что можно протусить и протупить, а можно хоть немножко где-то послужить Всевышнему и построить с ним отношения, выбрать, в общем-то, нетрудно и какой вариант из этих двух, он интереснее, достаточно легко. При том, что написано, что пути Торы, это пути приятные и особенно о том, о чем мы будем говорить здесь, ты не проигрываешь ничего и никогда и эти вещи делать очень просто и несложно. И об этом написано в Перкеавод. Сейчас примерные цитаты, я, может быть, в чем-то сейчас ошибусь, примерно, ну, идея будет понятна. В Перкеавод говорит Раби Тарфон, что работы много, работники ленивы, награда огромна и хозяин торопит. Вот, то есть, мы многое можем сделать, но мы чуть-чуть ленивые, но за это, за все есть огромная награда и хозяин, он создал, то есть, Всевышний, он создал на всех для того, чтобы мы в этом мире что-то сделали. И это был 12 пункт, что времени не так много и поэтому нужно иногда задумываться о том, ну, зачем вот это все, зачем мне эти 80, 120 без рата шемлет. Окей, и пункт 13. Пункт 13, он такой. Мы тут с вами разговариваем годами, но человек, он, то, что он делает, а не то, что он говорит. То есть, если там человек, например, говорит, я не, мне не нравится курить, да, и я не хочу курить, но он курит, он курящий, который просто думает. То есть, он на данный момент, он пока что гоняет облака у себя в голове о том, что он хочет или не хочет, но он курящий в данный момент. Или он говорит жене, я люблю тебя, я люблю детей, но при этом он приходит вдвое, от него пахнет чужими духами, и он ничего не дарит или почти не разговаривает, то понятно, что он не любит. То есть, действие громче слов, и любое слово должно перейти в действие, иначе это ничего. Вот, и это тоже то, почему я считаю, что этот курс нам очень важен, при том, что вопросов было много, и очень некоторые базовые, простые темы нужно покрыть. Хорошо, я думаю, мы с вами покроем теперь последнюю вот эту тему, которая называется «Беги за легкой митвой». Добьем минуток за пять. Хорошо? Идея такая, это тоже написано в перке, а вот «Беги за легкой митвой». В принципе, по большей части то, о чем я сейчас говорил, что всегда бери вес, который тебе легко поднять. Например, ты хочешь делать зарядку, да, по утрам, а иногда лень. Но ты думаешь, «О, мне надо сделать целую зарядку, так я не буду, ну, это же час, так я не буду ее делать». Поэтому нужно себе изначально правила ставить другие, что у меня зарядка, программа минимум, это одна минута, я не знаю, один раз, отжаться десять раз просто, и все. Если я больше не могу, то все, больше не отжимаюсь. Но вот эта программа минимум, она обязательна. И тогда потом, если, когда и если, то ты вдруг начал, потом продолжил дальше, то всегда нужно ставить себе программу минимум, а дальше одна хорошая вещь ведет за собой другую хорошую вещь. И так продолжается вот эта мишна, что митцва порождает, митцва ведет, тянет за собой митцву, а преступление тянет за собой преступление. И так преступники совершат, то есть в тюрьмах, например, маленький процент людей совершает больше 90% преступлений. То есть, чем больше ты их делаешь, тем еще больше ты их делаешь. И с хорошими вещами то же самое. Теперь, про легкие вещи. Делая один раз одну легкую вещь, вы в этот момент ближе к Богу, вы делаете хорошее сознательное дело, получаете плюшку себе на баланс праведности. В этом плане тоже как пример я очень хорошо помню, что в начале, когда я только про Тору узнал, мне было интересно, узнал что-то про Бога и так далее. Я помню, что когда-то я начал есть в Макдональдсе не чизбургер, а просто какой-то гамбургер. Но я делал это, почему? Я делал это из-за каких-то кошерных соображений. Потому что я сейчас уже не уверен там, что чизбургер и гамбургер, они сильно отличаются. Ну, допустим, что отличаются, да. То есть потому что там мясо с молоком, а там просто мясо. Потом и как бы ну я делал это с галочкой, что я делал это из-за кашрут, это мне как бы и поднимало настроение, и поднимало... И то есть поскольку это было мое начало, очевидно, что эта вещь, она очень хорошо работает. Может быть, это было самое ценное, что я начал когда-либо делать вообще. Кто знает, самое ценное. Это маленькая вещь, которая даже не знаю, если она по-настоящему имела прям сильное значение, оно в итоге самое важное. И потом я перешел на что? На какие-то на чикины, на макнаггетсы, да, потому что ну вот с курицей это точно уже другое дело. То есть даже вот просто для любого, для любого еврея, просто если вы даже в Макдональдсе берете не не значит, этот какой-нибудь, как этот, гамбургер, а чикины, да, какие-то, это уже другого, совсем, ну, намного другого уровня, то есть здесь как бы каждый раз сложно сказать, не проблема, но и совсем другого уровня проблемы, это совсем другая история. И мне это вот, то есть я так переходил по чуть-чуть, и мне это очень поднимало настроение. И каждый раз, когда ты это делаешь как бы с такой галочкой, я делаю это ради Всевышнего или из-за кашрут или что-то такое, у тебя как бы каждый раз такой внутренний мотив, а что еще можно, а как еще бывает, а что еще сюда входит. И когда ты чуть-чуть даже маленькие такие вещи начинаешь, они сами безо всяких усилий начинают тянуть за собой другие маленькие, маленькие хорошие, хорошие вещи, даже если ты начинаешь с абсолютного нуля. Теперь, что я хочу сказать, в общем, все вот это вот черно-белое мышление нужно в мусор выбрасывать, да, то есть то, что я от него устал, вот этого, и от черно-белого, что как бы один раз я что-то сделал, и теперь это значит, либо я все должен, либо один раз я сделал плохо, я теперь ничего делать больше никогда не буду. Все так, этот мир, он не черно-белый. И по аналогии, если на заповеди это переводить, да, одна переведенная бабуля через дорогу еврейская или нееврейская, она не дает тебе билет в рай. И одна язвительная обида или кража, она не раскрывает в этот момент ад под ногами. Жизнь это тысячи действий, миллионы действий, миллиарды действий, каждый день, маленькие какие-то мысли, решения, все вот эти вот процессы, которые у нас происходят, это очень длинная, большая лестница, по которой и каждый человек сам дальше решает. Он может по ней идти вверх, может сползать вниз, может купить сноуборд и по ней съехать чуть-чуть, может сидеть на ступеньке и курить, да, и как бы каждый сам дальше решает, что он делает, но это всегда накопительный эффект. И чем больше человек делает маленьких простых действий, чем больше, тем сильнее у него турбина, которая дает ему накопительный эффект, что он летит вверх еще быстрее, еще быстрее. Но мир, он не черно-белый, но вы просто можете посмотреть вот вокруг, вот видите стенку за мной, он не очень черно-белый. И Бог, запомните, это очень важно, Бог, он любит не черно-белых, Бог любит идущих. Вот Бог любит тех, кто по этой ступеньке шагает маленькими шагами, а не тех, кто думает черно-белым. Наша задача будет здесь, это поведение определяет человека, как ведут себя евреи, это то, с чем мы будем разбираться. И любое микродействие, то есть, на один раз зажечь, я не знаю, там где-то свет у себя в шаббат, скурить на один стик меньше или сигарету меньше, это уже, это уже, ну какой-то, это уже вклад, и причем очень, очень весомый вклад в шаббат, в отношение, в отношение с Богом, даже если про соблюдение еще никакой речи не идет. Это такая, одна маленькая победа на шаг ближе к Богу. Если ты выходишь на контакт с Ним, то он выходит на контакт с тобой. Да, вот такая вот картиночка хорошая под это тело. Искусство маленьких шагов, да? Тут маленькие ступеньки, тут большие, этот стоит, ну это как бы, это боль перфекционистов и достигаторов. Хочется, конечно, все и сразу, но не всегда получается, пусть медленно, но уверенно. Хорошо, мы сегодня сделали с вами, я думаю, что это было по-настоящему самое важное занятие из этого курса, то есть это были некоторые такие самые базовые введения, я надеюсь, они сняли вам какие-то возражения, если у вас еще есть какие-то вопросы, мне пишите, я их обсужу в следующий раз или вопросы, потому что были сейчас, спрашивайте, прямо сейчас. Вот, но по-настоящему я просто, моя как бы главная задача здесь будет показать, что есть масса вещей, которые очень легко, и это вас ни к чему не обязывает, при этом выдавая вам массу плюшек. В общем, здесь будет анти-черно-белая пропаганда. Вот. Все, всем большое спасибо за внимание, ваши вопросы.